Скачки напряжения и отключения электричества для жителей ДНТ – профсоюзник – обычное явление. Старыми электросетями почти никто не занимался, собственных сил и средств у дачников не хватало. Помощи ждали, как манны небесные. В прошлом году на проблему обратил внимание Алексей Цеденов. Из республиканского бюджета впервые в истории выделили деньги на реконструкцию сетей в уландэнских ДНТ. Это частная территория. Мы сюда заходить с бюджетными деньгами не можем. Тем более, здесь сети, как правило, принадлежат либо каким-то мелким организациям, которые сами же ДНТ и СНТ в свое время учредили, либо вообще бесхозные, брошенные. Эти сети нужно сначала передавать куда-то, чтобы у сетей появился хозяин. В общем, это 10 ДНТ, сумма 56,8 миллионов рублей. Здесь основная цель и задача была восстановление ветхих сетей, замена опор, отсутствие заземления. Значит, подводка, изолированная подводка к домам. В этих товариществах провели огромную работу. Заменили 245 опор и более 9 километров проводов. И это только малая часть. Плюс какой. Нам, допустим, сделали освещение уличное. У нас по нашему СНТ полностью выражает. Благодаря вам, Алексей Сергеевич, что мы попали в этот проект. Это вообще здорово. Я очень рада сегодня прямо в таком состоянии, что теперь мы в надежных руках. Я так думаю, что дальнейшие наши все проблемы будут решаться. Тем не менее, проблемы не ушли полностью. Например, низкое напряжение. Все из-за объема потребления дачников. Больше, чем когда-то планировалось при строительстве. Но решение уже есть. Мы посчитали договора технологического присоединения. Та мощность, которая была зарезервирована, мы отдали. Да, люди самостоятельно переходят на электроотопление. Мощность потребляемая, соответственно, растет. Соответственно, перегружается ТП, перегружается центр питания. Ну и вот те совещания, которые мы с вами проводили под вашим руководством, то, что необходимо реконструировать несколько центров питания, чтобы там не было перегруза. Поэтому энергетики ждут реализации проекта «Чистый воздух». А пока продолжают собирать бесхозные сети. В этом году, например, внимание. Бурят Энерго сосредоточено на Иволгинских ДНТ. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ.